вкуснятина мы сегодня с вами будем готовить я надеюсь вам понравится она очень вкусная с мясом сыром вот так она выглядит будем готовить вместе поехали с вами домашняя кулинарии сегодня у нас не очень вкусное блюдо из капусты для этого нам нужно будет отдельно про бланшировать листья капусты для этого вот я вот так вынимаю кочерыжку ну если вам удобно вы можете делать другим способом вот так вынимаю кочерыжку вот так а теперь я могу или вот так капусту всю а всю прям капусту опустить в кипяток и про бланшировать несколько минут до готовности или по одному по вынимать вот эти листья и отдельные про бланшировать кому как удар вот я отделила листья от капусты если у вас не отделяется я еще повторюсь вы прям его целиком можно опустить в соленую воду и проблажировать отварить ее чуть-чуть а у меня такой сорт капусты во что мне было удобно я сюда добавляю одну ложку соли с горкой вот прям и добавляю кипяток и до готовности вот так я сейчас это на плиту а пока она будет готовить мы перейдем к следующему приготовим фарш вот у меня есть одна большая такая чуть больше среднего луковица и где-то две столовые ложки зелени зелень берем на ваше усмотрение я добавил сюда соли добавлю сладкой паприки пол чайной ложки и добавлю черного перца сюда можете добавить также пряности которые вы предпочитаете и все это мы будем на черный перец и все на сковородке мы все эту весь этот факт должны будем довести до готовности потом я покажу что он делал я начал подготовку вот эти вот твердые места я вот так вот отрезаю а вы можете просто побить молотку молотком вот как вам удобно ну вот я приготовила слайсами сыр нам пригодится столько слайсов сколько мы делаем и вот наш фарш мы уже приготовили в сковородке вот перцем с пряностями совсем и начинаем готовить наш блюдо в опустный лист помещаем сюда фарш я обычно остерегаю сюда добавлять сырой фарш те блюда которые мало подвергаются термической обработки поэтому я довела до готовности беру один слайс сыра и заворачиваю его и все я сложу и снова беру вторую второй лист капусты здесь можно импровизировать можно готовить с грибами если это по сезону будет можно сюда ну вот я сыр могу чуть-чуть отрезать можно сюда помидор можно готовить с ветчиной я вот так вот заворачиваю и так буду готовить со всеми моими листочками вот они у такие большие есть сначала паш и свечи но и с помидорами и с грибами и вот так вот я буду готовить все остальные ну а потом покажу что мы делаем дальше ну вот так вот я заканчиваю готовить это уже вот последние последний листок вот так вот завернула сейчас начнем готовить сейчас начнем их жарить я покажу как я это готовила два яйца здесь в этой посуде у меня мука и здесь сухари домашние сухари я быстро взбиваю два яйца и каждый мой вот этот капустный конверт сначала я опускаю в муку вот так вот мы мука затем я яйца после этого с сухари и а обжарка у меня сейчас на плите сковорода с растительным маслом и вот так вот я сейчас покажу как я их обжариваю и снова беру любой наш конверт сначала мука мясо должно получится мая я с о затем муку затем яйца сухари и обжариваю хочу показать как я их обжариваю готовить это очень легко просто получается очень сильно вкусно вот так еще вот параллельно я продолжаю готовить конвертики и буду их жарить и вот так вот я пережарю все мое всю капусту я заканчиваю уже ну вот так вот я уже почти заканчиваю жарить нашину голубцами я их назвать не могу хотя они очень похожи вот такое блюдо из капусты затем сухари и заканчиваем уже жарить обязательно покажу как они выглядят и покажу как выглядит в разрезе повторюсь можно готовить с любым с любой начинкой любыми пряностями можно даже ветчину использовать качестве пряности сыром с помидорами с овощами ну вот так вот я заканчиваю обязательно покажу окончательный результат вот так вот у нас с вами получилось такую капусту невозможно не полюбить я надеюсь вам понравится будете готовить ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всегда с вами всегда ваша домашняя кулинария пока вкуснятина мы сегодня с вами будем готовить я надеюсь вам понравится она очень вкусная с мясом сыром вот так она выглядит будем готовить вместе поехали а